Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео покупок моих покупок украшений из Секонда винтажных и не очень Вот вам показываю коробочку и давайте будем рассматривать всё по очереди Прежде чем мы начнём, я хочу вам сказать что я живу в Канаде, поэтому меня просили уточнить все цены, которые я показываю это в канадских долларах которые очень похожи на американские но немножко отличаются и все, кто на моём канале впервые, хочу сказать, что я записываю видео не только об украшениях не только о Секондах и винтажных украшениях но также обзоры магазинов, примерки, болталки в общем, всё, что мы, девочки, любим и давайте уже начнём рассматривать, я даже не знаю, с чего мне сейчас начать, ну давайте вот начнём вот с такой вот брошечки Кто опять же у меня первый раз я хочу сказать, что вот это вот у нас продаётся в наших Секондах в магазинах благотворительных это не Секонд-хенд который продаёт вещи с, ну как, типа комиссионки это благотворительный магазин, куда люди приносят вещи бесплатно отдают их бесплатно и магазин уже как бы ставит свою цену продаёт эти вещи и всё это идёт на благотворительность поэтому вот цены, которые вы видите 3.99, 4 канадских доллара я сейчас сниму эту этикетку и мы продолжим рассматривать это брошь у меня как я не стараюсь сделать хороший свет у меня всё равно какая-то темнота я сижу перед окном у меня со всех сторон лампы но всё равно почему-то у меня какие-то видео тёмные получаются я очень... вот видите, здесь даже плохо виден цвет этой брошки сейчас я постараюсь исправить так, ну что ж, давайте порассматриваем эту брошечку она очень симпатичная я не могу сказать, что в ней такое очень сильно особенное есть но мне понравилась её её расцветка такая вот сейчас как раз под осень самое то вы знаете, в ней есть какая-то маркировка по-моему или что-то, что я не очень понимаю ну вот здесь вот давайте поближе я вам покажу в общем, как будто бы что-то нацарапано ну вот так вот выглядит как будто бы какая-то типа маркировки но я ничего не нашла ни брошь похожую ни... на маркировку похожую не поняла, что это за маркировка замочек обыкновенный я не знаю, если она винтажная эта брошь но во всяком случае выглядит очень симпатично аккуратно сделанная эмалевая брошка сиреневая с серым красивая эмаль под определенный под определенный наряд очень даже будет ничего при этом очень интересная форма не то рыбка не то не то что в общем симпатяга так сейчас у нас браслет давайте его порассматриваем стоил он мне 6 долларов ну как бы есть магазин у нас в котором все можно купить подешевле а есть магазины в которых цены не очень дешевые ну причем это я покупала не прямо сейчас я периодически покупаю выставляю видео пишу но не все показываю показываю постепенно по очереди и возможно что я покупала его какое-то время назад и с тех пор уже по моему цены сильно выросли но тем не менее браслетик очень занятный сделан под желтое золото причем интересно знаете у него вот здесь вот звенья сделаны в виде таких полубочечек в центре насечка и такая же насечка по моему я видела что она ну как то да такая же похожа насечка есть на замочке маркировок никаких нету со всех сторон давайте рассмотрим да видите здесь тоже насечка на замочке но маркировок я не нашла давайте посмотрим вместе потому что иногда я нахожу маркировки когда я снимаю видео и приближаю приближаю украшение к камере тогда нахожу маркировку ну в данном случае нет давайте его примерим сразу хотя я вам потом примерю покажу ну как бы с какой-то одеждой на себе я всегда так делаю вы знаете что я всегда все примеряю украшения очень симпатичный браслет необычный хорошо сделанный очень приятный и вот такая вот такое вот интересное симпатичное украшение следующая брошь стоила тоже мне 8 долларов тоже была куплена не в самом дешевом магазине из наших вот вот и что у нас здесь по-моему у нас нету здесь никаких маркировок сейчас я посмотрю поближе давайте я вам уже покажу с обратной стороны раз мы уже перевернули ее вот так вот она выглядит очень красивая насечка иголочка немножко деформирована маркировок нету никаких ну и вот так вот она выглядит с ну вот с правильной стороны которую надо носить вот такая вот лента как будто бы лента закрученная как будто бы на шляпку замотана или что-то такое в общем не знаю трудно сказать но брошь милая симпатичная очень такая забавная элегантная немножко детская даже но видите как она красиво блестит переливается под ярким светом красивая брошечка но маркировок никаких нету здесь какие-то клепки заклепки тут вот есть какая-то здесь вот что-то что может быть могло бы быть маркировкой но нет ничегошечки нет и тоже я такую не нашла но таких броши много разных всяких поэтому я думаю что мне кажется она винтажная но не из самых таких ценных приценных так теперь у нас я хотела показать вначале но забыла у нас есть колье это современное колье я обычно современные вещи такие без вопросов современные стараюсь показать в самом начале и от современных таких не самых ценных более винтажным более ценным даже может быть не винтажным но если это вещь какого-то ценного ну скажем дорогого бренда современного я тоже покупаю такие вещи сейчас я ее распутаю одну минуту так я значит распутала это все заодно посмотрела какая маркировка значит стоило мне это украшение 5 долларов 4.99 и это бренд Massimo Dutti конечно это никакой не винтаж давайте я вам покажу поближе но я вам хочу сказать что украшение Massimo Dutti в самом Massimo Dutti стоит довольно дорого ну я думаю что оно бы у нас во всяком случае в Канаде стоило такое украшение долларов 40 может быть 50 а я вот купила за 5 оно абсолютно новое это такой двойной сатуар сделан из двух цепочек и две вот такие вот симпатичные кисточки разной длины цепочки и две симпатичные кисточки на каждой из цепочек одна поменьше одна побольше вот из таких вот красивых цепочек коротеньких очень симпатичные украшения красивая цепь хорошо сделана обычный замочек ну оно современное поэтому особо мы не будем там на замочках останавливаться но я хочу сказать что сделано очень качественно очень хорошо и оно вообще абсолютно произойдет впечатление совершенно новой вещи хотя и куплено в секунде и все время у меня оно путается я вот его все время пытаюсь распутать оно у меня все время все время его трудно хранить потому что его надо вот на чем-то подвешивать иначе оно очень сильно все запутывается между собой следующее украшение это клипсы тоже купила их за 8 долларов не знаю почему они так дорого стоят у них нету никаких маркировок кто-то решил что они винтажные я тоже думаю что они винтажные поэтому я их купила мне понравился понравилась их оригинальность необычность я редко встречала такие клипсы я знаю есть очень много винтажных клипсов похожих однотипных а эти видите какие интересные и очень красивый такой солнечно-горчичный эмалевая эмалевая такой вставка в центре маркировок нету я уже сказала сделаны они довольно хорошо аккуратненько уж не знаю насколько они винтажные но выглядят вроде бы как вроде бы как винтажные хотя точно сто процентов сказать нельзя посмотрите какое интересное у них здесь обрамление сделано вокруг вот этой вот эмалевой цвета яичницы цвета желтка я бы сказала горчичного желтка эмалевая вставка крупные большие эффектные яркие в общем очень такие интересные то что я люблю красивое желтое золото в общем интересные следую у нас это вот такая вот брошь ну как всегда загадка у нас как всегда загадки может быть мне надо было в конце показать ну ладно я конечно не могла пройти мимо нее я конечно ее приметила видите стоила на 6 долларов дело в том что такая брошь просто она настолько эффектно и яркая что она очень бросается в глаза в общем конечно же конечно же я схватила ее я стал ее рассматривать с большим интересом обратно остановить как сделаны заклепки длинная игла толстая длинная игла что говорит может быть о винтажности ее и никаких маркировок ничего но сделав поиск по и по картинке по ее я нашла точно такую же абсолютно точно такую же брошь компании park lane которая маркирована но просто отличить их просто друг от друга просто невозможно ну во всяком случае глядя на картинку и на мою брошь я вам конечно сейчас поставлю картинку рядом сказать что это не она вообще практически невозможно значит дело в том что маркировка в броши park lane находится вот здесь вот здесь вот как будто бы такая нашлепочка площадочка и на ней маркировка у меня здесь видите как будто бы какая-то отметина может такое быть что не прикрепили площадку с маркировкой или она оторвалась маловероятно очень маловероятно может быть это и подделка но дело в том что во первых она очень хорошо сделано прямо очень качественно хорошо сделано опять же глядя на иглу видно что это в общем не какое-то дешевое изделие опять же вот эти заклепки все но просто сделана она идеально что произошло почему почему у нее нет маркировки я не знаю вот эти вот меня всегда удивляет но не похожа на подделку во-первых во-вторых послушайте park lane это не компания это не dior и не шанель чтобы делать подделки на нее то есть как бы ну это хорошая компания но я понимаю что делать на все 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 подделывать но не знаю маловероятно может быть просто сделали такую же потому что она очень эффектная интересной формы красивая но опять же сделано великолепно даже если это и подделка сделано великолепно и конечно меня немножко разочаровала что нету здесь маркировки такое впечатление что здесь что-то должно было быть но нету 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 а жаль так следующее украшение у нас это вот такой вот я не знаю как это назвать бусы кулон выглядит как будто бы довольно старенькое украшение такой знаете где-то из семидесятых я бы сказала сейчас я вам все про него расскажу а потом расскажу вам почему я конечно же его приобрела так стоило оно 5 долларов сейчас мы снимем этикетку все все про него поймем все обсудим 5 долларов значит оно стоило мне цепочка застежка вот такая вот крючок тут еще какая-то какое-то какое-то звено вот так вот висит а здесь тоже с этой стороны странно да ну ладно в общем я его разглядывал разглядом мне очень понравились эти камни потому что мне верни стеклышки или камни я думаю что стеклышки звенят как стеклышки я не думаю что это камни топаза какие-то вот но потом перевернувши его я с удивлением обнаружила что на нем есть проба вот здесь 925 925 проба серебро я думаю что все вот эти вот вот эти вот элементы они серебряные здесь непонятно что нет я думаю что просто здесь пайка ну в общем короче на одном из звеньев есть проба 925 я думаю что это серебро но мне кажется что цепочка не серебряная вот у меня такое ощущение почему-то я сейчас принесу магнит у меня очень смешной позор на магнит вы будете сейчас смеяться на одной магнита но у меня другого нету вы знаете что серебро можно проверять если она к магниту цепляется то это значит не серебро а если нет то серебро щас вот такой меня магнит с надписью успехов он вешаться на холодильник вот поэтому я другого нету уж простите значит давайте попробуем сейчас ведь он не притягивается к магниту а вот цепочка цепочка тоже так что возможно цепочка тоже серебряная единственно что как ни странно на ней нету они нету никаких никакой пробы я бы ожидала что на цепочке тоже будет проба но вот здесь что-то на колечке что то есть нет ничего нету ну как то так понимаете просто ну может и нет потому что проба стоит на самом изделии изделие красивая на самом деле очень напоминает мне вот какое-то изделие из семидесятых я даже не уверена что вот это вот из серебра мне кажется что серебро только вот эти вот детали детали со вставленными у них камнями хотя может быть я ошибаюсь может быть это все серебро что вот это немножко похоже на мельхиор как то правда хотя я не знаю но в общем короче вот такое вот красивое изделие серебряные серебряный кулон серебряные украшения куплены всего лишь за 5 долларов с очень красивыми камнями похоже на цитрин какой-то или или это стекло я не знаю ну в общем красота 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 так ну что ж я даже не знаю что мне тут два украшения которые мне очень нравится я не знаю какой из них показать первое давайте начнем сначала вот с этой броши она мне слетела с этой бумажки она стоила не недешево стоила она 13 долларов ну вы знаете я подумала что я не пожалею денег на нее потому что брошь довольно редкая видно что винтажная видно что очень не непростая хотя маркировок нету никаких не заметила я но опять же глядя на такой брошь всегда все сразу начинают подозревать что это джулиана потому что вот очень часто джулиана оставляла нас нас так сказать догадываться о том она это или нет потому что у них не они никогда не стояли маркировку но чтобы это не было брошь конечно шикарная прекрасная кристаллы вот эти вот сделаны из стекла вот это я не понимаю что или стекло или какой-то камушек я не думаю что это камень хотя она очень вот вот прям вот эта веселина она такая довольно тяжелая но не похоже это на камень я не думаю скорее всего конечно художное стеклышко и вот этот вот в центре кабошон тоже тоже сделан из него же посмотрите какие интересные как сделаны лапки как сделаны лапки в центральном кабошон немножко пыльная она мне надо было бы ее промыть но я уж побежала поскорее снимать вам показать даже не не стала не стала намывать ну и обратная сторона вот такая вот типичная такая для винтажной броши застежка на небольшая ну конечно брошь очень красивая все кристаллики на месте невероятная красавица самая писать как переливаются я думаю что это даже не стекло хрусталь как переливаются кристаллы необыкновенная красотка конечно займет подобающее место моей коллекции и последнее украшение это вот такие клипсы которые сами по себе заслуживают внимание но еще и потому что это довольно хороший дорогой бренд вот смотрите стоили они мне 6 долларов давайте я их сниму и расскажу историю значит я когда их покупала я не видела в них на них маркировки мне просто они понравились я подумала 6 долларов стоит это не так уж и много и они очень красивые с очень красивыми камнями которые красиво блестят переливаются плюс ко всему вот знаете какая то есть чуйка которая всегда дает хорошую дорогую вещь вот видно тяжелые качественные качественный толстый такой металл очень хорошо сделано красивые кристаллы подумала ладно винтажный винтаж не знаю что это цена небольшая пускай будут очень красивые я задала поиск по картинке и обнаружила что это клипсы сваровски подумала как же я не нашла не нашла маркировку потому что я вот так вот открыла посмотрела и так и эдак и всяк и всяк никаких маркировок я не нашла пока я не нашла по по поиску и там маркировка стоит там была фотография крупная с маркировкой вот видите маркировка лебедь внутри вот под этой подушечкой видите лебедь видно плохо поэтому пока я не не нашла в интернете что это клипсы сваровски я эту маркировку не видела я конечно в магазине крутила и вертела по всякому по-разному но не видела суть по всему они довольно ну в общем никто их скорее всего не носил потому что подушечка видите совершенно новая и вообще они совершенно выглядят как новое такое впечатление что они вообще никто никогда их не носил не надевал вот но посмотрите какие же они замечательно красивые насчет возраста тоже не знаю не скажу сваровски компания довольно старая но не сильно если винтаж что не сильно если максимум там 80 90 что в принципе тоже является винтажом но во всяком случае вот такие прекрасные красотки две красотки 2 клипсами тоже взаймут достойное место моей коллекции ну что ж друзья мои вот сегодня такое у нас было видео вот такие вот украшения как всегда есть какие-то загадки как всегда есть ценные находки вот серебряное колье сваровски вот эта брошь необыкновенная вот эта брошь которая вроде бы парклей но вроде бы и нет все остальное тоже очень симпатичные сатуар массе дути очень хороший красивый хорошо сделан качественный и в общем вот такие вот у нас сегодня находки я надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно надеюсь что вы подпишитесь на мой канал если вы у меня впервые а всем моим старым друзьям я очень рада надеюсь увидимся с вами совсем скоро в следующем видео всех люблю целую с вами была дита из канады пока пока бай а